Всем бодрого настроения, ребята! И сегодня я вам покажу просто мега-бомбическую штуку. Те зрители, чье детство прошло вместе с Dendy и Sega Mega Drive 2, меня поймут однозначно. Я не стал это показывать в распаковке. Решил сделать отдельный подробный ролик, показать все возможности и характеристики данной штуковины. Прикупил ее на Алиэкспресс, ссылка будет в описании. Это одна из самых продвинутых игровых приставок от DataFrog. Хотя сам игровой модуль тут трудно назвать приставкой, больше подойдет название, наверное, GameStick. Так как сам гаджет тут просто минимального размера и втыкается прямиком в разъем телевизора. Штука должна быть просто забойной, с поддержкой различных игровых платформ, возможностью загрузки игр, сменой флешек и так далее и тому подобное. Я взял максимальную комплектацию с двумя флешками на 11200 игр. Но забегая вперед, могу сказать, что делать это не совсем обязательно, так как можно самостоятельно накачать игры, покидать их на флешку и играть в то, что вам захочется. В коробке находится сам игровой модуль, две флешки. Одна уже сразу вставлена в GameStick, а вторая идет дополнительно вот в этом вот пакетике. Максимальный размер флешек, что поддерживает приставка, 64 гига. Далее в комплекте два игровых контроллера и USB приемник для их подключения к приставке. Опять же очень удобная и продуманная тема, которая позволит с легкостью заменить джойстики на новые, если с ними что-то случится. Также два удлинительных кабеля, один USB, второй HDMI на случай, если они вам понадобятся. На самой приставке имеется несколько разъемов. Тут вам, во-первых, слот под microSD карту с игрушками и прошивкой. Далее USB разъем для подключения приемников джойстика. Micro USB для подключения питания. И вот такая вот кнопка. Зачем она нужна, непонятно. Это какая-то тайна, покрытая мраком. Возможно, это кнопка принудительного сброса, но это не точно. Кнопки включения-выключения тут нет. Что в какой-то степени недостаток, так как, чтобы ее выключить, необходимо выдергивать питание с micro USB разъема. Джойстики работают от двух мизинчиковых батареек. На них имеется кнопка включения-выключения и индикатор подключения к стику. Сразу после включения открывается вот такой вот интерфейс. Тут есть несколько вкладок. Переключение происходит боковыми кнопками. Во-первых, первая вкладка, где расположены все игры абсолютно вперемешку. То есть здесь можно листать влево-вправо, вверх-вниз. И тут на данный момент 930 страниц с играми на каждой странице по 15 игр. Игры не повторяются. Они все разные. Это, конечно, очень клево. Тут можно листать до бесконечности на самом деле. Следующая вкладка – это уже разбивка по классификациям. То есть здесь идет отображение по типу игровой приставки. Мами – это игры, которые используются на игровых аппаратах. То есть так называемые аркадные игровые аппараты, которые стоят у нас там в кинотеатрах, где-то в игровых каких-то детских комнатах и так далее и тому подобное. ФС – это просто-напросто дэнди. Геймбой, геймбой аркад, геймбой еще какой-то, я не помню. МД – это Sega Mega Drive. Дальше есть СФЦ, я не знаю, что это, еще не разобрался толком. Есть PlayStation 1 и есть поддержка Atari. Следующая вкладка – это History. То есть здесь отображаются те игры, которые запускались в последнее время. Дальше есть вкладка Коллекция. Сюда можно заносить какие-то избранные игры. Ну и есть так называемый поиск по списку игр. Но поиск работает откровенно паршиво. Все дело в том, что большинство игр написано либо с ошибками, либо в названии отсутствуют пробелы. Поэтому найти здесь что-то вот именно через этот поиск в крайней степени проблематично. Есть еще меню, куда попадаешь кнопкой Select. Здесь можно выбрать язык. Есть русский, но использовать я его опять же не советую, потому что перевод в крайней степени корявый. Шрифт используется корявый и как бы ну просто-напросто ничего не понятно. Проще использовать английский, так как-то даже, наверное, попривычней. Есть настройки клавиш, есть просмотр файлов на флешке, сброс на заводские настройки и системная информация, а также выход из настроек. В принципе, все очень просто, ничего сложного здесь нету. Можно зайти, допустим, во вкладку с классификациями, выбрать ту консоль, в которую вы хотите поиграть. Ну, допустим, вот, пускай это будет Dendy. И после этого, как вы нажмете кнопочку A, они у вас отобразятся отдельно списком. Игры, которые именно использует эмулятор Dendy. Подтупливает немного, то есть после нажатия на кнопку надо подождать. Возможно, это из-за того, что здесь установлена флешка на 64 гига и здесь порядка 10 тысяч игр. То есть, ну, необходимо просто время системе, чтобы все это дело отсортировать. Вот, например, Contra, пропатченная на 30 жизни с S-Gun. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть возможность вызвать дополнительное меню с зажатием кнопок Select и Start. Здесь можно сохранить, собственно, прохождение, загрузить какое-то прохождение. Всего доступно для сохранения, по-моему, порядка 30 слотов. Можно переделать управление, выйти из икры, ну, и, собственно, ее перезапустить. Вот такая вот игрушка получается здесь, на этой флешке, которая на 64 гига, здесь, как я и сказал, порядка 10 тысяч игр. Вторая флешка, там у меня должно быть 1200 игр, и они должны быть все на русском языке, уже русифицированных именно под разные игровые консоли. Давайте сейчас поменяем флешки и посмотрим, что там интересного. Со второй флешкой небольшая засада. Я уже, если честно, собирался открывать спор и возвращать часть денег за заказ, потому что здесь при запуске на основном меню отображается только одна игра, вот это Ace Combat Advance, и все. Но если зайти в меню, основное меню данной приставки, просмотр локальных файлов на флешке, то здесь в разделе игры, в папках, все игры присутствуют. То есть они здесь есть, только они почему-то по какой-то причине не отображаются на основном меню. Но они есть, и они запускаются. Плюс поправочка. Keytone Setting – это не настройка кнопок управления, это настройка вот этого вот противного клацания. Давайте сразу отключим, потому что бесит нереально. Так, и теперь возвращаемся в папочку Game. Заходим в папку с играми для Dendy. И ищем тут... Сейчас я вам покажу. Я реально просто не ожидал, что такое существует в принципе. Танчики. Всеми нами известные танчики на русском языке. Я когда увидел, просто ржал нереально. Танкодром. Кто видал подобное на русском языке, просто черкните в комментах, потому что ну это танкодром, ребята. Это просто шедевр, конечно, перевода. На этой флешке, получается, собраны игры, которые имеют русификацию. Я, если честно, для меня это стало откровением, что существовали какие-то игры в русском варианте, в переводе, что люди этим заморачивались, какие-то фирмы там. Но прикольно, как бы, да. Танкодром, конечно, очень сильно удивил. Танкодром. Танкодром. все победа давайте посмотрим что есть на русском в разделе sega mega drive так компакт к комбат cars что-то тут какие-то daffy duck in голливуд прикольно в общем игр очень много реально я процентов 90 этих игр просто не знаю возможно если посмотреть какие-то картинки да то это как-то и вспомнится но вот так вот по названию просто просто не помню так вот формула-1 мировой чемпионат аркада тренировка чемпионат загрузить игру вот так вот все по-русски все переведено прикольно честно так ну и давайте я вам покажу еще один момент как сюда загружаются игры хотя в принципе там нет ничего сложного и необходимо просто скачать и закинуть на флешку и после этого она появляется в списке мне например в детстве на sega mega drive 2 нравилась вот эта вот игрушка road rush 3 она была тогда очень популярна поэтому я нашел собственно зиповский файл скачал его распаковал здесь внутри два файла bin и gen как я понимаю это под разные эмуляторы потому что размер у файлов одинаковый собственно переходим на флешку которая установлена в консоли открываем папочку game находим здесь под папку md да это вот как раз таки папка с играми sega mega и смотрим что здесь в основном используются вот такие вот биновские файлы значит нам нужен биновский берем его копируем и в эту папочку собственно вставляем и все в конце списка в разделе эмулятора md появилась эта игрушка правда без картинки в отличие от игр закинутых китайцам но я видел там были графические файлы скорее всего можно его тоже подгрузить таким же именем и будет еще дополнительно картинка давайте попробуем поиграем кстати она тоже на русском языке а Эть, да, опыт уже потерян, конечно. Да, лет 30 назад я умудрился первым приходить. Ну что, резюмируем. Штука реально забойная. Она, кстати, еще с поддержкой 4К Ultra HD, но я не стал на этом акцентировать внимание, так как играя в 8 и 16-битные игрушки, да, от этого 4К особо смысла нет. Но она компактная, то есть ее можно взять с собой куда-то в поездку, где-то там поразвлечься вечером, с друзьями поиграть. Она мультиплатформенная, да, то есть поддерживает разные игры. Тут вам и Dendy, и Sega Mega, и Game Boy, и игровые аппараты. Кто во что любит рубиться, это опять же плюсик. Ну и то, что сюда можно закидывать собственные игры, это, конечно, отлично. При желании можно вот именно сделать такую подборочку прямо вот под себя, как вы любите. Ссылку я на нее оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите актуальные цены. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все читаю, на все по возможности отвечу. Но у меня на сегодня все. А, как все? Ребята, подпишитесь на канал, пожалуйста, с колокольчиком. Лайк, репост также приветствуется. Вот, а теперь точно все. Всем пока и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok